Всем привет! Значит, я хочу немножко рассказать сегодня о моем бухраунте, про моем бухраунте. Бухраунт — это бэкэнд на Лижаеве, и последние два года я пришел практически исключительно на Котлине, и вот, в принципе, поэтому я хотел бы с вами поделиться каким-то своим опытом и рассказал вам то, что я, например, хотел бы знать, когда я начинал что-то писать на Котлине. Итак, первый слайд, в принципе, на него можете не смотреть, это для меня, чтобы я не забыл какие-то пункты, которые вам надо рассказать, а дальше, в принципе, все остальные слайды уже будут для вас. Итак, Котлин. Как он вообще, в принципе, появился? Как пришла людям новая мысль, что нужно написать еще один язык? JetPrince наняли C-шар программистов и заставили их писать на джаве. Они были так восхищены этим языком, что решили написать свой собственный язык Котлине. Ну, в принципе, так зародилась у них идея. Котлин подразумевался как язык, естественно, более лучший, чем Java, который будет работать на JVM, будет, в принципе, обладать всеми теми преимуществами, которыми обладает Java, например, той же статической типизацией, но и не будет обладать теми недостатками, архаичным синтаксисом, ну, вообще, например, там, null pointer exception они решили убрать из Котлина. То есть в Котлине, если вы будете писать на дематически правильном Котлине, вы не будете взаимодействовать с Java, то у вас, в принципе, null pointer exception невозможен. Работу они начали над Котлином в 2012 году. В то время Java уже становилась почти совершеннолетней, и они смотрели на весь тот опыт, который был у Java, на все те ошибки, которые Java совершила, и постарались их убрать при разработке Котлина. Также они, естественно, были вдохновлены C-Sharp, другими языками, такими как Groovy, и, по моему личному впечатлению, Kotlin очень сильно похож на Groovy, отличается только… то есть они взяли Groovy, типизировали его, и получился, в принципе, по большей части Kotlin. Не во всем, конечно, но очень многое взято из Groovy. Итак, в 2012 году они начали разработку, в 2016 году они зарелизили свой компилятор под GVM, то есть можно было писать код на Kotlin, компилировать его в GVM и запускать на GVM, собственно, там, где запускается Java. В 2017 году, я думаю, все вы знаете, что Google признал Kotlin официальным языком для разработки под Android, и это, наверное, на данный момент самый большой успех Kotlin, который он смог достичь. Итак, что, в принципе, у них получилось? У них получился язык со статической типизацией, как я уже говорил. Статическая типизация, она кроме того, что помогает вам выявлять какие-то ошибки на ранних этапах, то есть вы еще пишете код, а уже вам ваше IDE подсвечивает какие-то ошибки логические. Кроме этого, статическая типизация позволяет IDE правильно вам делать подсказки, потому что есть какой-то набор правил, IDE эти правила знает и, собственно, подсказывает вам. Кроме этого, мы знаем, что Kotlin разрабатывала та же самая контора, которая делает самую популярную IDE, поэтому при разработке языка они также закладывали в него то, что он должен быть сделан таким образом, чтобы под него было удобно писать тулинг, поэтому идея просто суперски поддерживает Kotlin. Также система типов, как я говорил, у него очень похожа на Java, за маленьким исключением. Они избавились от проблемы null pointer exception. Перед следующим пунктом я хотел бы вам задать такую небольшую загадку. Смотрите, вот есть в Европе две страны, в них население практически одно и то же с тем же самым мировоззрением, но в одной стране 70% людей участвуют в донорской программе, то есть они согласились быть донорами в результате каких-нибудь ДТП, то есть можно воспользоваться их органами, а в другой стране 30% людей согласны стать донорами. Как вы думаете, в чем разница? В чем? В рекламе. В рекламе. На канализе. Почти. На канализе. Да, совершенно верно. В формулировке вопросов прозвучал ответ. Да, дело в дефолтном ответе. В одной стране по дефолту вам нужно было поставить галочку, то есть сделать какое-то действие, чтобы отказаться, а в другой стране вам нужно сделать какое-то действие, поставить галочку, чтобы согласиться. Естественно, эта галочка никогда не ставится и по дефолту в одной стране получается больше людей участвует в программе, в другой стране больше людей не участвует в программе. Так вот, Kotlin как раз таки проанализировал использование Java за 5 лет. Опять же, у ребят из JetBrains были на то все инструменты, они знали статистику, как мы пишем код, у них есть статистика SEDE. Они проанализировали дефолты и в Kotlin, естественно, выбрали правильные дефолты. Например, Kotlin стимулирует нас очень сильно использовать неизменяемые объекты, неизменяемые переменные. Например, в Kotlin все функции по умолчанию публичные, нам не нужно дополнительно что-то писать, например, в отличие от Java. Вот кто-то пользовался, ну понятно, да, что кто-то пользовался. Как часто вы пользуетесь дефолтной видимостью методов, который называется PackagePrivate? Вам ничего не нужно для него писать, это дефолтное значение, но им никто никогда не пользуется. И в итоге все заканчивается тем, что вы все время пишете либо private, либо public. В Kotlin сказали, что вот есть public по умолчанию и просто ничего не надо писать, и оно будет уже public. Также Kotlin использует всю инфраструктуру Java. Kotlin — это самый лучший язык на JVM, который имеет лучшую совместимость с Java. То есть вы можете с легкостью вызывать из Kotlin Java, из Java Kotlin без всяких проблем. Можете использовать библиотеки java-вские, даже такие как фреймворки, такие как Spring, Hibernate. Более того, ребята из Spring очень сильно заинтересованы Kotlin. Они уже даже в разработке Spring они уже используют Kotlin. То есть в Spring уже есть классы, написанные на Kotlin. Также Kotlin полностью совместим с java-вскими билд-тулами, такими как Maven, Gradle. И, например, вот в Gradle по умолчанию билд-скрипты пишутся на Groove. И начиная с пятой версии Gradle, они зарелизили возможность писать билд-скрипты на Kotlin. То есть пока что это еще не мейнстрим, но я думаю, что в ближайшие годы станут Kotlin очень сильно использовать для скриптов на Gradle, потому что он статически типизирован, идея может хорошо очень подсказывать, потому что сейчас скрипты на Groove, они такие себе, не суперудобно с ними работать. Да, и также, как я уже сказал, Kotlin утилизирует всю инфраструктуру Java, в том числе программистов. То есть если вы можете писать код на Java, то после небольшого туториала, там в пару часов, вы уже можете начать писать код на Kotlin, в принципе, без особых каких-то затруднений. Да, вы будете писать по-прежнему Java, вы не будете еще писать Kotlin, но оно, по крайней мере, будет у вас работать, запускаться, и, в принципе, вы можете уже входить в Kotlin. Это было, в принципе, такое overview Kotlin, что мы имели до сегодняшнего дня. И сейчас я постараюсь вам тоже в двух словах объяснить, какие планы у ребят есть на Kotlin. То есть они проанализировали, из чего состоит среднестатическое приложение. И оно состоит из таких частей, как веб, который написан аж на трех языках программирования. Это на GIS, HTML и CSS, которые абсолютно не похожи друг на друга. И вам, по сути, чтобы начать что-то писать на вебе, вам нужно выучить три языка. Мобильная разработка, да, там Java и Objective-C, либо Swift, если это совсем модно, молодежно. Бэкэнд, который это все обслуживает, зачастую написан на Java, опять же, на самом популярном языке в мире. И скрипты мы пишем на каком-нибудь Python-чике. Скрипты, обучающие какие-то штуки. Python занял эту нишу. Kotlin, как я уже говорил, ну и как вы уже, как вы знаете, наверное, и без меня, признан официальным языком для разработки под Android. Используя, в принципе, тот же компилятор, мы можем писать код, который будет запускаться там же, где и запускается сейчас наша Java на бэкэнде. Поэтому на бэкэнде тоже с легкостью можно использовать Kotlin. Но, собственно говоря, я его уже полтора года так использую. Не могу нарадоваться. Также у Kotlin есть компилятор в JavaScript. Он еще не зарелижен, но, тем не менее, в принципе, он работает. Можете писать код на Kotlin и компилировать его в JavaScript и запускать уже в браузере. Опять же, да, вот я еще хочу здесь остановиться и сказать, что то, что я здесь зарисовываю значки других языков программирования Kotlin, это не значит, что Kotlin там будет доминировать или вообще будет там хоть сколько-либо значим. Это значит, что Kotlin, в принципе, может там что-то делать. То есть Kotlin никогда не вытеснит Java из бэкэнда, Kotlin никогда не вытеснит JavaScript с фронтэнда, но, в принципе, на нем что-то писать можно. Также в Kotlin есть DSL, на котором можно писать HTML. На него мы посмотрим в самом конце лекции. DSL есть для CSS, и можно писать… Есть компилятор тоже не за релижен, который компилирует Kotlin в нативный код, и этот нативный код можно запускать на iOS. На одной из конференций по Kotlin у них был написан прям вот целый стэк этих приложений на Kotlin. То есть было веб-приложение на Kotlin, были две мобильные версии iOS Android и бэкэнд. Все было написано на Kotlin. То есть эти компиляторы, они еще не за релижен, но они уже работают, ими можно пользоваться. И скромно остается на слайде Python, и у Kotlin тоже есть, чем его покрыть. Есть Kotlin скрипт. Я не знаю, его статусом там в релизе нет. По-моему, он не в релизе. Его там пытаются допиливать. Есть проекты open-source, которые на нем основываются и пытаются сделать его лучше. Ну, в общем, в принципе, скрипты на Kotlin можно уже писать. Выглядят они, ну, как бы это, конечно, мое личное мнение, но выглядят они лучше, чем на Python. Немножечко, может быть, даже немножечко они короче и гораздо экспрессивнее, меньше какой-то шелухи. То есть я бы предпочел писать на Kotlin скрипте, чем на Python какие-то скрипты. Да, и еще очень важно то, что если вот эти все компоненты будут использоваться, будут написаны на одном языке, на Kotlin, то для связи между фронт-эндом и бэк-эндом мы можем использовать какие-то родные котлиновские связи. Например, мы можем использовать какую-нибудь кодлиновскую сериализацию, которая бы заменила, например, gRPC, ну, естественно, JSON, и там в каком-то супероптимальном виде отправляла сообщение с бэк-энда на фронт-энд. Это бы все было там типизировано, проверяемо, валидируемо. Ну, в общем, у вас был бы один и тот же код и на фронт-энде, и на бэк-энде, который, например, занимается валидацией. Вот. Работы над такой сериализацией еще ведутся, ну, то есть это у них в планах есть. Kotlin Native? Kotlin Native, ну, я его упомянул. Какой вопрос? Ну, в том плане, что он лезет на территорию уже с компилированностью по полности, и там подобное. Да, лезет. Ну, мимо этого времени, насколько я понимаю. Да, да, да. То есть, смотрите, под JVM компилятор используется только на iOS и вот здесь вот в бэк-энде. То есть вот это, это не имеет никакого отношения к JVM. И вот эта часть тоже не имеет никакого отношения к JVM. Да, Kotlin скрипт бежит на JVM. То есть язык и та среда, где он будет исполняться, это вот разные вещи. То есть можно пользоваться синтаксисом Kotlin и компилировать в нативный код. Так. Он в JS-ку компилируется, правильно? Что-что? На JS-ку. Да, да. Он компилируется в JavaScript. Да, возможно, вставить JS-ку код. Ну, если там друг Павла какая-то, ты это раскидать. Я этим не занимался. Я знаю о том, что такое существует. А конкретно какие-то там специфические вопросы, вставить JS-ный код, я думаю, что нельзя. Да. А он заменил уже micro-эдишн java-вский на микроконтроллер? Я не знаю, что это такое. Ну, есть Java микроконтроллер, то есть серия. Я не осведомлен. Он знает, что есть ли в Instagram с JS-койлазом? Не знаю, не знаю. Я, смотрите. Если бы сейчас есть вариант такое, что JavaScript активно использует, что вы перенесли какую-то донную лодку, а так далее, и так далее. Я не знаю. Я не работал. Я не работал с Kotlin на JavaScript. Я работал вот в этой области. Так. На этом картиночки заканчиваются, и я предлагаю посмотреть на код. Я думаю, что вот этот код всем здесь знаком, надеюсь. Кто-то… Есть кто-то, кто не знает Java и никогда бы этого не видел? Слава богу. Я очень сильно переживал, что я напишу много кода на Java, и его не будут понимать. Да. Из-за этого кода Java очень сильно критикуют. И, в принципе, правильно. Я думаю, что много программистов, возможно, не стало программистами вообще, или не стало программистами на Java просто из-за вот этих пяти строчек кода. Ну, на самом деле, они достаточно сложны для человека, который только начинает писать код. Ему нужно понять, что такое паблик, что такое класс, что такое мейн, почему здесь фигурная скобка, а здесь еще много слов. Ну, в общем, человек просто в шоке, не знает, что происходит. Ему говорят, на это пока что не обращай внимания, просто вот все, что тебе надо знать, это Hello Java. Вот. И это многих останавливает от изучения данного языка. Что нам предоставляет Kotlin? Hello World на Kotlin выглядит гораздо проще. Как мы видим, самое главное, что у нас уже нет класса. То есть первое, какой вывод мы можем сделать, это то, что в Kotlin код может находиться необязательно в классе. То есть функция может быть объявлена вне класса. Также мейн ничего не принимает. То есть если мы не используем какие-то параметры командной строки, то почему мы их должны объявлять, вот как здесь в Java. И в целом вот такой вот код, такой вот Hello World уже может конкурировать с такими языками, как Python, JavaScript по своей простоте. Но, наверное, Kotlin не был бы Kotlin, если бы нельзя было написать даже вот так. Но на самом деле это не совсем прям такие Kotlin. Это Kotlin скрипт. И Kotlin скрипт, он сам уже является функцией, поэтому ему дополнительно оборачивающая его функция не нужна. И вот Hello World выглядит уже как вообще, как на Python. То есть в принципе я считаю, что начинать учить язык с Kotlin скрипта вполне возможно. Да, и тут еще нужно сделать оговорку, что может быть у кого-то создаётся впечатление, что Java и JavaScript это то же самое, что Kotlin и Kotlin скрипт. Но нет, Java и JavaScript это два разных языка, а Kotlin и Kotlin скрипт это один и тот же язык. То есть Kotlin скрипт, он статически типизирован, то есть это Kotlin. Скрипт просто потому, что он скрипт, его можно запускать как скрипт. Переменные. В Java у нас переменные объявляются. Вначале мы указываем тип, а потом имя переменной. В Kotlin эту всем привычную вещь изменили. В Kotlin пишется имя переменной, двоеточие и потом её тип. Может закрасться резонный вопрос, зачем это поменяли? Ведь никакого смысла это не несёт. Могли бы писать так, как и раньше, как все уже привыкли во всех других языках, зачем это менять? На самом деле этому есть объяснение. Оно не супер практичное, но тем не менее объяснение этому есть. Вот такая вот запись должна быть знакома всем из математики. И она говорит о том, что x принадлежит к области натуральных чисел. Здесь полная аналогия. Мы говорим, что greeting принадлежит к области стрингов. И в данном случае вот это двоеточие — это редуцированный символ epsilon. И такая форма записи используется во многих функциональных языках. И, как вы знаете, в последнее время тенденция идёт к тому, что все языки пытаются в той или иной степени стать функциональными. Java приобрела лямбды и тому подобное. Var. Var — это обязательное слово, ключевое слово в Kotlin для объявления переменной, которую можно изменять. То есть, в принципе, запись справа и запись слева, они абсолютно идентичны. В Java можно изменять вот такую переменную, она не final. В Kotlin тоже такую переменную изменять можно, она не final. И ещё маленькое отличие, хотя нет, о нём позже. Да, в принципе, здесь всё. Идём дальше. В Java тоже было бы, наверное, нечестно сказать, что в Java нельзя писать var. Начиная с 10-й версии в Java появился var. И тип писать не обязательно, тип выводится. И вот такая вот короткая запись может быть в Java. И, в принципе, она в таком виде выигрывает у Kotlin по длине. Меньше надо печатать. Но Kotlin тоже не так прост и тоже умеет выводить типы. И, опять же, то, что не нравилось кому-то, ну, я надеюсь, что кому-то не нравилось, кому-то не нравилось, что пишется тип через двоеточие в конце имени переменной, на самом деле это не сильно раздражает, потому что практически никогда мы этого не пишем. И мы всегда пользуемся выведением типа. И как бы может показаться, опять же, что две вот эти вот строчки одинаковые. Но я бы сказал, да, что Kotlin выигрывает ровно на точку с запятой. Точки с запятой в Kotlin не нужны. Политкорректные разработчики Kotlin говорят, что точки с запятой не обязательны. Но по факту никто нигде их не ставит. Да не то, что не обязательно, но можете ставить. Нет, не обязательно, значит, не ставьте их никогда. Они вообще никогда не нужны. И если мы посмотрим, как объявить переменную, которую нельзя изменять, то Java тут начинает полностью проигрывать. Java заставляет нас написать целое слово из пяти букв в final. Естественно, как я уже говорил про дефолт, и никто этого делать не будет. И в Java просто все переменные будут объявлены как var, мутируемые. И получается, Java вас толкает на то, чтобы вы пользовались мутируемыми переменными. А Kotlin в то же время говорит, что вы можете пользоваться ключевым словом не var, а val. И таким образом вы получите неизменяемую переменную. То есть вот эта запись полностью соответствует вот этой вот записи. И в Kotlin все переменные, которые вы создаете, вы создаете с помощью ключевого слова val. И только в редких случаях, если вы там 10 раз подумали и поняли, что ну вот по-другому, ну просто никак, то тогда вы пользуетесь var. А так у вас, в принципе, все переменные объявлены как val. Примитивные типы. Вот Java, она вся как бы такая объектно-ориентированная. Она даже говорит, что hello world на мне нельзя написать без объявления класса. Но при этом она сохраняет в себе такой архаизм, как примитивные типы, которые, в принципе, к объектной ориентированности никакого отношения не должен иметь. И в некоторых случаях программисту нужно знать, когда ему использовать примитивный тип, когда ему использовать объектную обертку. Например, при объявлении листов мы не можем объявить лист интов в Java. Это невозможно в принципе. То есть лист должен быть только с каким-то объектным типом. Kotlin пошел в этом отношении дальше. В Kotlin нет ни инта с маленькой буквы, ни интеджера с большой буквы. В Kotlin есть один инт с большой буквы. И он является и примитивным типом, и непримитивным типом. И программист об этом беспокоиться не должен. Компилятор в состоянии сам выбрать те места, точнее выбрать для каждого конкретного места, что там использовать. Примитивный тип или объектный. И вот объявляя лист интеджеров, целых чисел, я просто даже не задумываюсь, пишу просто инт и все. Kotlin там выберет себе, что ему надо. И еще маленькое отличие Kotlin от Java. То, что поскольку в Java эти типы примитивные, то у них нет методов. В Kotlin, поскольку нет примитивных методов, то на таком строковом, на числовом литерале я могу вызвать метод, например, toString. В Kotlin мне придется это передать в какой-то статический метод. В Java мне придется передать в какой-то статический метод. Разница на самом деле не супер большая, но тем не менее. Интерполяция строк. Она есть, в принципе, в каждом уважающем себя языке программирования. Но не во всех. Смотрите, такая задача. У нас есть две переменных. Одна в себе содержит имя, вторая — приветствие. И я хочу собрать такую строку. Hello, Jax. Your name consists of three letters. В Java это будет выглядеть таким образом. Я буду конкатенировать переменные с помощью знака плюс, с пробелами, с другими строками. Ну, вот, в общем, такое обилие двойных кавычек и знаков плюс и пробелов. Не супер приятное зрелище разбираться, что здесь происходит. В Kotlin есть интерполяция строк. И что это такое? У меня есть ровно две двойных кавычки, открывающая и закрывающая. Между ними это все строка. И в этой строке я могу обращаться к переменным, используя знак доллар. И, соответственно, вот смотрите, вот этот вот пробел, который здесь был приконкатенирован, вот он. Мне не нужны вот эти вот ущербно выглядящие конкатенации. И если мне нужно обратиться к полю какого-то объекта, то такое обращение я должен заключить в фигурные скобки. Дополнительное форматирование в списке. Не знаю, у меня, честно говоря, на практике не было. Я как-то, у меня получалось избегать использования форматора. Не знаю. Нет ответа у меня на этот вопрос. Иногда нам нужно в коде иметь какой-то строковый литерал, литерал, который занимает несколько строк. Например, вот в данном случае скейт-запрос. Его тоже нам приходится конкатенировать. Масса знаков плюс, масса двойных кавычек. И есть вот такие еще непонятные символы слэш-н. Лично я всегда путаю там такой слэш или такой. Я начинаю угадывать. Вижу, что идея мне подсветила синим. Все, я угадал. Я счастлив. В Kotlin'е все гораздо проще. Такой многострочный литерал я могу записать в тройных двойных кавычках. Вот они у меня открываются. Начинается многострочный литерал. Вот они закрываются. Все переносы строки, все будет так, как мы видим здесь в тексте. И дальше вызывается функция trim and end, чтобы удалить вот эти вот пробелы перед select, перед from, чтобы эти слова начинались вот с начала строки. Такой вот хак. А если пробелы вам не оставлять? В Kotlin'е, если пробелы здесь не оставлять, все будет работать отлично. Просто будет выглядеть не очень. Ну, то есть, начало строки же на самом деле не здесь. Скорее всего, это вложено в какую-то функцию. Начало строки где-то здесь. И, соответственно, было бы некрасиво, если бы вот это все было сдвинуто куда-то сюда. Ну, это мелочи. Функции. В Java функции объявляются, в принципе, вы знаете, как объявляются. Слово public говорит, что она публичная, будет, видимо, отовсюду. Возвращаемый тип, принимаемый тип и, собственно, тело функции. В Kotlin'е функции объявляется с помощью ключевого слова fun. Слово public нет, потому что функции по умолчанию уже публичные. Возвращаемый тип пишется в самом конце. А это, в принципе, логично, когда вы читаете имя функции, что она принимает, что она возвращает. Вот справа на лево, точнее, слева направо. Все вот четко. Тип тоже объявляется, в принципе, как и у переменных через знак двоеточия. Если функция у нас void, в Java нужно написать слово void. В Kotlin'е гораздо логичнее. Если функция ничего не возвращает, мы просто ничего не пишем. Можно писать здесь двоеточие. И есть такой тип unit в Kotlin'е, который полный аналог void'а в Java, но это не обязательно, и никто никогда это не пишет. И в Kotlin'е есть еще такая замечательная возможность, если у вас функция однострочная, ну, вот как первый вариант у меня. Функция состоит из одной строки, и в этой строке я делаю return, что-то, какое-то выражение. Так вот, такую функцию я могу сократить, написать равно, и сразу же написать эту строку без слова return, без фигурных скобок. Да, и в таком случае я могу опустить возвращаемый тип. Я могу его и написать. То есть он там может присутствовать, но зачастую он там не нужен. В таких вот обычно однострочных имплементациях тип понятен. Ну, вот как в данном случае, я вижу, что здесь функция toint. Я знаю, что будет int. Ну, обычно здесь, очень часто здесь просто вызывается какой-то конструктор, и вы прям видите, конструктор какого типа был вызван, и вы понимаете, какой тип возвращается. То есть зачастую этот тип писать не нужно, но повторюсь, что если нужно, то нужно написать. Нет, будет поведение точно такое, как и в java. java не кастует, вы не можете вернуть int из функции, которая возвращает double. То есть это ошибка типа. То есть приведите самостоятельный int к double и верните его. То есть автоматически сделать этого нельзя в Kotlin. так, часто возникает, ну, не часто, иногда возникает такая необходимость вызывать функцию то с одним, то с двумя параметрами. Например, смотрите, у меня есть функция greeting, я ее вызываю с параметром kate, она мне говорит hello kate. Я вызываю ее с параметрами kate и high, она мне говорит high kate. То есть у этой функции есть значение hello по умолчанию. В java для этого есть стандартный паттерн, который называется перегрузка. Мы объявляем функцию, которая принимает все параметры, делает тут свои грязные дела. И мы объявляем еще одну перегруженную функцию, которая вызывает основную функцию и передает ей в качестве второго параметра дефолтное значение. В принципе, известный всем паттерн, все сто раз пользовались. В Kotlin поступили вот так. Они сказали, что у нас просто в параметре функции вы можете указать его дефолтное значение. Сюда обязательно тип указывать? Да, тип обязательно здесь указывать. В Python, например, можно. Ну, это же Python. Ну, вы как бы. Да, и получается, если такая функция будет вызвана с одним параметром, то второй параметр возьмет вот это дефолтное значение с двумя параметрами. Будет дефолтное значение, точнее, будет то значение, которое передали во втором параметре. Давайте еще на следующую проблему теперь посмотрим. Смотрите, у нас есть функция, опять же, greeting, принимает имя и приветствие и каким-то образом конкатенирует их. Когда мы передаем Kate good morning, она говорит вам good morning, запятая dear Kate. А что будет, если мы передадим ей good morning Kate? То есть поменяем местами эти два параметра. Компилятор будет счастлив. Типы совпали, все отлично, все компилируется. Но по факту вывод у вас неправильный. То есть у вас пишется Kate, dear good morning. Вообще бред какой-то. И у Java нет никаких механизмов, чтобы побороть вот эту проблему. У Kotlin есть именованные параметры. И при вызове функции вы можете сказать, что этот параметр — это приветствие, а этот параметр — это имя. И Kotlin всегда может разобраться, что куда присвоить, независимо от того, в каком порядке вы это перечислите. Ну и также, естественно, побочный эффект от этого. Если у вас функция принимает много параметров, вы можете их проименовать, и при чтении такого кода будет гораздо понятнее, что там происходит. Statement и Expression. Я думаю, два этих слова никому ни о чем не говорят. Но в Java многие конструкции — это statement, и они ничего не возвращают. Давайте посмотрим на такой пример. В зависимости от того, чему равна какая-то переменная, я говорю, что если имя будет равно JAX, то я хочу иметь сообщение «Я знаю тебя». Если переменная будет не JAX, то я скажу «Приятно познакомиться». Так вот, в Java мне нужно завести переменную перед таким if-блоком. И внутри этого if-блока промутировать эту переменную. То есть такая переменная, во-первых, должна быть объявлена заранее, во-вторых, она должна быть мутируемая. Я не могу ее объявить внутри if-блока, потому что ее видимость будет ограничена вот этими вот фигурными скобками, и за if-блоком, где-то вот здесь, этой переменной не будет видно в принципе. Поэтому я ее должен объявлять где-то снаружи. В Kotlin проблема решается следующим образом. If умеет возвращать значение. То есть в Java if — это statement, в Kotlin if — это expression. Я говорю, если имя будет равняться Kate, то сохранив переменную message фразу I know you. Если она не равняется Kate, то сохранив переменную message nice to meet you. Смотрите здесь. В чем здесь вообще вся суть? В том, что, во-первых, я объявил переменную единожды и объявил ее неизменяемой и присваиваю ее единожды. То есть я ее не мутирую потом по ходу программы. И еще, наверное, самое главное здесь — это то, что if умеет возвращать значение. То есть он возвращает последнюю строку вот этого вот Zen-блока и последнюю строку else-блока. То есть в данном случае у нас это единственная строка, но если бы в этих блоках было бы больше кода, то он вернул бы именно вот последнюю строку. Ну тернарный оператор, но мне лично он не особо нравится. Ну это вообще жестячок. Да, в Котлине нет тернарного оператора, и это они сделали целенаправленно. Они сказали, у нас есть клевый ИВ, который умеет возвращать значение, пользуйтесь им. Ну он не нужен на самом деле, тернарный оператор. Ну он, например, часто используется в проверках на нал каких-нибудь. Ну так в Котлине есть гораздо более удобные средства для работы с налами. Возможно, но разработчики Котлина так не считают. Так, с этим… Да, и еще маленький момент. Обратите внимание на вот это вот двойное равно и на вот это вот equals Java. То есть в Котлине двойное равно — это equals. И сравнивание по ссылке — это тройное равно, но за мои там полтора года использования Котлина я нигде не видел вообще ни разу тройного равно. Ни в каких библиотеках, ни в примерах, ни сам использовал. Просто никогда не видел тройного равно. Мне почему-то кажется, что если выйдет язык, в котором не будет сравнения по ссылке, то никто этого не заметит. Вопрос. А как же переопределяете это в equals? Просто переопределяете equals. Нет, я имею в виду. А в Котлине? Да, в Котлине просто переопределяете equals у своего класса. Да, да, да. Это просто, ну это как алиас, что ли. То есть при вызове вот этого двойного равно вызывается equals. Никакой магии. Маленький синтаксический сахар. Вопрос. В окружении все объекты исследуются ровно, а в угол тоже не имеют. Это там на втором часе я об этом расскажу. Мы тут надолго. Так, и еще один пример стейтментов и экспрессионов. Например, try-catch-блок в Java — это тоже стейтмент. Он тоже не умеет ничего возвращать, и поэтому, если, например, я хочу что-то прочитать из файла и сохранить какую-то переменную, я должен эту переменную объявить вне блока try, чтобы дальше где-то вне блока try я мог ее использовать. В Kotlin try точно так же, как и if умеет возвращать значение и возвращает свою последнюю строку. Так же самое, как и catch-блок. Ну, в данном случае catch просто пробрасывает exception, но, в принципе, можно было какое-то дефолтное значение. Например, прочитай текст из файла, если был exception, то верни там пустую строку. То есть здесь между throw runtime exception можно было написать просто пустая строка, и эта пустая строка бы присвоилась в текст, если бы было исключение. И немножко off-topic. Это не про statement и expression, но вот такой вот код в Kotlin может быть написан вот таким вот образом, в одну строчку, без всяких try-catch, потому что в Kotlin нет такого понятия, как checked exception. Все exception, они не checked. То есть хотите, пишите try-catch-блоки, перехватывайте, но если не хотите, Kotlin вас не заставляет. Да, да, да. Ну, то же самое, будет то же самое, в принципе, вот как здесь написано. Что мы перехватили исключение, ну а что мы можем сделать? Да ничего. И обычно мы… Ну да. Обычно мы оборачиваем его в неперехватываемое исключение и пробрасываем. Ну и кидать в лох. Ну, можем кидать, да, можем не кидать. Ну, то есть, опять же, в лох кинуть может тот, кто потом перехватит это исключение. Если его никто не перехватит, но оно и так вывалится. Ну, это уже такое. Циклы. Вот это интересная тема. Кто считает вот этот код сложным? Один человек. Да, что этот код делает, кто может сказать? Поробус не вернует. Ты че порезал троеточие? Не, не, не. Да, понятно, что здесь троеточие. Чему будет равно и? Перебирает пять параметров. От единицы до пяти. Да, совершенно верно. На Kotlin это будет выглядеть таким образом. Согласитесь, что читать немножко легче. А вот здесь. В обратном порядке. В обратном порядке, да. Kotlin говорит просто человеческими словами, что он будет делать это в обратном порядке. Если нужно итерировать не по единичке, то уже приходится упражнение. Ну да. Или интертировать на предметах в этом коре. А здесь что? Явно и наглядно, что здесь? То есть все очень просто мешает на дворе. Мешает, отлично. Да. В Kotlin тоже все очень просто. Пока разберешься, а там все сразу понятно. Ну, хорошо, хорошо. Да, то есть циклы в Kotlin, по-моему, явный победитель здесь. И итерирование по коллекциям, в принципе, в Kotlin мало чем отличается от Java. Особо останавливаться тут не стоит. Итак, коллекции. В Java, по-моему, в 9-й, да, появился такой синтаксис создания листов. Можно легко и просто создавать листы наконец-то. А в Kotlin давным-давно есть тоже что-то подобное. И тоже, в принципе, создается лист. Ну, тут особо больше ничего не расскажешь про это. Там, по-моему, есть еще, что это Immutable или Kotlin? У Kotlin Immutable. Ну, хорошо. Сейчас мы поговорим об этом. Итак, если я хочу достать что-то из листа, то в Java мне нужно вызвать метод get. В Kotlin мне нужно вызвать оператор get. И, в принципе, это перекликается вот с тем вопросом про двойное равно и equals. Двойное равно будет просто вызван equals. Здесь то же самое. Во время вызова вот этих квадратных скобочек будет просто вызван метод get. Никакой магии. Да, в своем классе можно использовать вот эти вот… Они называются операторы. Эти операторы можно использовать. Небольшую там приписочку, оператор и все. Можно все использовать. Там плюсы, там много чего. Мы, в принципе, сейчас по ходу посмотрим. Я особо останавливаться на этом не буду. Как это делать? Но я думаю, основное вы уловите. И если я захочу что-то добавить в этот лист, то мне, опять же, в Java мне нужно вызвать метод add. В Kotlin мне нужно вызвать оператор add. Плюс равно. Согласитесь? А если я хочу добавить числовое? Ну, это же Kotlin. У него статическая проверка. Ну, это же не Python. То есть он, естественно, скажет, что так нельзя делать. То есть еще на этапе… Конечно, конечно. На этапе компиляции. Компиляция? Компиляция? Компиляция или сразу в IDE напишешь? IDE-шка. Это никуда. Окей, IDE-шка по цвете, да. Ну, а если вы компилируете, например, из командной строки, то логик, каким-нибудь грейдлом, то… Ну, то есть это называется этап компиляции. Так, ну и теперь у меня к вам вопрос. Что произойдет, вот, если выполнится вот эти три строки кода и вот эти три строки кода? То есть это в Kotlin, это в Java? Ну, правильная мысль… Выход за рамки. Правильная мысль уже звучала сегодня. Выход за рамки. Котлин подсветит. Аксепшн. В рантайме? Давайте… Да, Kotlin подсветит. Вот что будет. В Java будет рантайм-эксепшн. То есть во время компиляции, во время редактирования кода в IDE вы не увидите никаких проблем в Java. А в Kotlin вы сразу же увидите проблему. Ну, Kotlin вам скажет, что так делать нельзя. Давайте разберемся, в чем здесь причина. Не-не, не в скобочках. Не, и не выход. И не… Да, слушайте. Дело в том, что вот этот оператор off, он на самом деле нас немножко обманывает, и он нарушает принцип подстановки Барбары Лисков. Он возвращает нам такой объект, который по сути не является листом. То есть он не имплементирует всех методов листа. И некоторые методы у него, ихняя имплементация такая, там написано throw not implemented exception или что-то такое. То есть там просто выбрасывается исключение, да. Но делается вид, что это полноценный лист. Ну и, собственно, метод add просто выбрасывает исключение. То есть они так добились иммьютабильности этого листа. В Kotlin пошли немножко по другой дороге. Они сказали, что наш интерфейс-лист, он в принципе иммьютабл. То есть в Kotlin-овском листе нет методов добавления, нет методов удаления. То есть если вы пользуетесь просто интерфейсом лист, вы не можете его в принципе никак изменять. Если вы что-то пытаетесь делать, то, естественно, это нарушение самого интерфейса, и у вас будет ошибка компиляции. И что же делать, если все-таки хочется мутировать? В Kotlin есть такой метод mutable list of, и он возвращает вам экземпляр интерфейса mutable list. И вот mutable list, он уже имеет в себе все методы. Да, да, это по сути аналог обычного листа. Но на самом деле, опять же, Kotlin очень хорошо взаимодействует с Java. И, в принципе, с точки зрения Java, вот этот immutable list, kotlin-овский, он такой же самый лист и java-овский. Ну, то есть там, ну, на самом деле, как будто немножко сложновато, но это клево. Сложно, но клево. Да, а в Java вот уже, в принципе, на создании mutable list уже сдулись, и не захотелось вот такую короткую запись сделать. И если вам нужен mutable list, то вы уже должны пользоваться вот таким вот старинным синтаксисом. Создали лист, наполнили его в то время, как в Kotlin, и можно по-прежнему так в одну строчку сделать. И опять же, возвращаясь уже к мутации листа, да, я тут пользуюсь методом add здесь с оператором add. И в данном случае у меня все работает, потому что уже у меня mutable имплементации. Если я хочу установить в какой-то элемент листа значение 8, то, опять же, я пользуюсь методом set, здесь это оператор set. Да, и еще по поводу дефолтных значений, вообще применимости всяких плюшек. В Java, в принципе, ну есть же такой синтаксис, то есть тут ничего нового в Kotlin, только в Java этот синтаксис применяется исключительно к массивам. И так сложилось исторически, что массивами в Java никто просто не пользуется, все пользуются коллекциями, и такой синтаксис получается нам недоступен. В Kotlin решили эту проблему, и мы на коллекциях можем пользоваться таким… Массивы там есть? Да, есть. Они просто определяются в компиляторах, не массив, где… Нет, вы сами… Есть вот такой же, такой же точно метод, по-моему, называется arrayOf, и он создает вам просто массив. Ну, честно говоря, я никогда им даже не пользовался. Все время листы, сеты. И если мне нужно из листа достать первый и последний элемент, опять же, в Java стандартный pattern get0, getsize-1, ну, в Kotlin, естественно, все сделано по-человечески, есть просто методы first и last. В Kotlin вообще добавляют очень много новых методов в стандартные интерфейсы, в классы, там, в string очень много добавлено. И в Kotlin работать со стрингом просто одно удовольствие. У него есть там все. Найти символы там до какого-то символа, после какого-то символа, вместо какого-то символа. Там просто можно сделать что угодно. Суперудобно работать со стрингами. Дальше, что у нас по плану мапы. Да, в Java 9 тоже появился синтаксис короткий для создания мап, но там тоже мапы immutable. Если вы хотите делать мапы immutable, то вот такой вот синтаксис, старый, архаичный. В Kotlin, естественно, есть нормальные синтаксисы для создания мап. И здесь мы встречаем вот такую запись строка, потом идет слово to и число. Что это значит? Что это такое to? Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Да, она создает пару. Но почему она так записана? Ну, запись непривычная, согласны? Или это только мне запись непривычная? Вот этой вот to? Или всем понятно? Так, давайте я попробую объяснить для тех, кому все-таки непривычная и непонятная. Вот такая запись функции, когда функция записана перед ее параметрами, и параметры указаны в круглых скобках. Такая запись называется префиксная аннотация. Она нам знакома, в принципе, со школы, все языки программирования ее эксплуатируют, и мы ее понимаем на спинном мозге. Вот такая запись, я не знаю, как она называется, наверное, какая-то объектно-ориентированная. Когда функция записывается на спосредине, ее первый параметр пишется слева от функции через точку, правый параметр пишется в круглых скобках. Опять же, такая запись тоже для нас достаточно знакома. Если вы писали хоть когда-то на каком-то объектно-ориентированном языке, то вам понятно, что это значит. Но если мы посмотрим на эту запись таким образом, то как-то становится непонятно. Получается, функция записана посредине между двумя параметрами, и она разделена со своими параметрами с помощью пробела. То есть непривычно. Опять же, да, и эта запись называется инфиксная, потому что функция находится посредине. Но если мы посмотрим на такой пример, то все станет наоборот. Мы супер привыкли к такой инфиксной записи, когда мы говорим, например, про арифметические операции. То есть, да, функция записана посредине, отделена пробелами. Если я напишу тот же плюс в такой объектно-ориентированной нотации, то как-то, ну, не очень уже смотрится. А если я напишу плюс в префиксной нотации, то совсем незнакомо. Ну, а если я скажу, что функция f принимает два числа и складывает их, то получается, вот это все вообще это одно и то же. Просто речь идет о том, как это записать. Но по факту это функция, которая принимает два параметра. И все. И фото поддерживает это все, да? Это поддерживает, это поддерживает, это поддерживает. Да, да, и плюсики тоже. Да, да, все поддерживает, согласен. Функция, которая принимает другую функцию. Ну, меньше будет читаемо, конечно. Да, безусловно. Да, безусловно. Ну, это же касается, в принципе, и других моментов программирования. И мы всегда стараемся писать код так, чтобы он выглядел красиво. То есть, как бы, ну, наговнякать можно как угодно. Чтобы было легко читать, да? Чтобы было легко читать, и записи как математика, да? Да. Почему здесь это так? Почему отошли? Ну, я же привел пример, что, ну, вот, полностью математическая запись. x плюс y. Да, математическая запись, да, это не всякие функции. Ну, окей, хорошо. Тогда считайте, что Котлин отошел от своих принципов. Котлин, Котлин уже не тот. Итак, по поводу читабельности. Ну, вот, а теперь согласитесь, что функция ту, которая принимает два параметра, Вася и 500, ну, она, в принципе, читается достаточно неплохо. И мне особо глазами не нужно искать, где там какие операторы, какие параметры. То есть, в принципе, все понятно. И функция ту принимает два параметра и возвращает пару, которой, кстати, в Java до сих пор нет. Есть миллион имплементаций в миллионе разных библиотек, но нет ни одной имплементации пары в стандартной библиотеке Java, которую бы все счастливо пользовались. А это, если это подскажется, то есть? Что именно? Ну, допустим, ту, да, ту личку. Ну, нет, она не может вам подсказать, что вам писать. Самостоятельно пишите. Да, и, в общем, вот эта функция ту возвращает пару. И получается, функция mutable map of принимает список пар через запятую. И потом из этих пар, а пара это, получается, пара ключ-значение, mutable map of создает мапу. Понятно, да? И, опять же, если я хочу что-то достать из мапы, в Java это method get, в Kotlin это operator get. И, опять же, смотрите, здесь нюанс. В Java есть такие квадратные скобки для массивов, и в них можно передавать только целые числа. в Kotlin, как мы видим, можно передавать строки, например, можно передавать любые объекты. То есть, по сути, это просто такой метод get. То есть, короткая запись метода get. Если я хочу обновить какое-то значение или положить что-то новое в мапу, опять же, method put, здесь operator set. Если я хочу проитерироваться по мапе в Java, это отдельное удовольствие. Мне нужно из мапы сделать entry set и потом проитерироваться по этому entry set. При этом каждый элемент в этом entry set имеет вот такой вот некрасивый тип map entry. Ну да, в принципе, здесь дженерики выведутся. Мне показалось, что я забыл здесь написать, что в дженерике. Это было бы вообще ужас. И потом, если я все-таки в своем коде хочу иметь именованные эти параметры name и salary в данном случае, то я еще должен из вот этой entry достать getKey, getValue. В Kotlin все гораздо лучше. С помощью оператора in мы можем проитерироваться по парам мапы. То есть, по сути, физически там где-то внизу мапа не состоит из пар. Но с помощью оператора in мы можем проитерироваться по парам. Ну, в Kotlin есть еще такая возможность. Мы на нее чуть-чуть позже посмотрим. Kotlin умеет разбирать объекты на запчасти. Пара состоит из двух запчастей. Первая часть и вторая. First and second, они, по-моему, так и называются. И с помощью вот этих вот круглых скобок и записанных двух переменных в этих круглых скобках мы можем разобрать эту пару на запчасти. Первая запчасть ляжет в первую переменную, вторая запчасть ляжет во вторую переменную. Получается, мы итерируемся по парам, разбираем пары и сразу же они ложатся в именованные переменные. То есть, вот этот код на Java, это то же самое, вот этот вот код на Kotlin. Все гораздо короче, понятнее. Да, они вот здесь объявляются. Нет. Ну да, понятно, что будет конфликт имен, конечно. Да, обыкновенно. Смотрите. Нет, автоматически Kotlin ничего не делает. Точно так, как и Java. Java не умеет ничего делать автоматически. И, в принципе, это правильно. Ну, смотрите. Если вы укажете, что там, например, в качестве значения используется double, а потом вы попытаетесь положить туда integer, то у вас ничего не получится. Правильно? То есть, она не будет конвертировать вам. Потому что, ну, вы сами должны это сконвертировать. Нет, не будет Java конвертировать. Что? Нет, ну, опять же, смотрите. Когда мы говорим про map, то это вообще не примитивные типы, это объектные типы. И вот их-то вообще в миллион процентов Java не конвертирует. Смотрите. Здесь тип выведется. Здесь тип выведется, и вы его не указываете. Опять же, тип можно указать принудительно. Если вы укажете, что это у вас мапа, строка к double, и инициализируете ее с помощью вот этого интеджера, то будет ошибка компиляции. Приведите интеджер к double, опять же, напишите 500.0, получите double, ну, никаких проблем. В принципе, все то же самое, как и в Java. Тут вот Kotlin на Java не отвечает. А потому что загружается, она точно так же в джава? Да. Дженерики в Kotlin, в принципе, похожи на джавовские. Поверхностно, они вообще точно такие, как в Java, но если вы будете лезть в дебри, то они сделаны гораздо лучше. Они сделаны там, вот, например, super extents заменено на in и out. Например, как в C-sharp, и это вообще вот просто супер. А super extents вообще ни о чем не говорит. Так, хорошо, двигаемся дальше. Классы. Вот такой вот класс, публичный, от которого можно получить доступ откуда угодно. final, от него нельзя наследоваться. У него есть одно поле name, поле final, то есть его нельзя менять. Есть конструктор, который принимает это имя. И есть getter, который возвращает это имя. Опять же, здесь находится, я вставил здесь троеточие, но я думаю, что ни у кого не возникает вопроса, что скрывается за этими троеточиями. То есть здесь в это поле присваивается значение из конструктора, и в этом getter просто возвращается это поле. То есть все супер очевидно, и большой вопрос, почему мы должны в Java это писать руками. То есть всем понятно здесь в этом зале, а в Java непонятно, ей надо указать. Да, для этого есть ламбок, действительно. Но тогда у вас появляются какие-то дополнительные аннотации. Давайте посмотрим, что есть у Kotlin. Нужен ли Kotlin у ламбок. Вот ровно то же самое, что записано слева в Java, ровно это записано справа в Kotlin. Наш класс по умолчанию публичный. Слово public писать не надо. Он по умолчанию final. От него нельзя наследоваться. То есть если разработчик этого класса предусмотрел, что от него можно наследоваться, то он напишет, что этот класс open, и от него можно наследоваться. Так? Нет. Потом идет имя класса, и круглые скобки говорят, что здесь начинается так называемый дефолтный, нет, не дефолтный, главный конструктор. Это называется в Kotlin. В главном конструкторе перечислены в данном случае одно. Оно же и поле, и параметр конструктора. Получается, Kotlin вам создаст из вот этой записи класс, у которого будет поле name-стринговое, оно будет вау, то есть оно будет в терминах java final, будет неизменяемое, и также создаст конструктор, который принимает один параметр name-стринговый. Также Kotlin сгенерирует getter для этого поля. То есть в принципе все, что написано здесь, все будет и здесь. Только это не нужно явно указывать. Да, совершенно верно. Если я здесь напишу var, то будет еще set-р сгенерирован. Да, да, сейчас вот, сейчас мы как раз про это и будем разговаривать. Собственно, да, такой класс, естественно, мало кого интересует. Такой класс мало кого интересует. Естественно, нам нужны equals, хэшкоды, ту-стринги. И опять же, ни для кого не секрет, что скрывается за этими троеточиями. Здесь, да, здесь будет сравнение по name-ам, здесь будет хэшкод на основании name-а, здесь выведется ту-стринг, вот этот вот name. В принципе, все очевидно. Что Kotlin может ответить на вот такой выпад? Kotlin добавит одно слово data-class. И у него будет все это сгенерировано автоматически, без всяких ломбков. И даже больше. Будет еще некоторые штуки сгенерированы, которые мы сейчас чуть-чуть дальше посмотрим. Я не стал это показывать в этой презентации, и там все можно делать. Что перепределять? Обычно никто не хочет по-своему. Обычно все хотят стандартно. Если у меня есть машина, у которой есть одно поле name, я хочу в эквелсе просто сравнить по этому нейму. Обычно я не хочу сравнить эдако как-то. Можно вопрос? А как в Kotlin происходит эквелс, вернее, как организована операция эквелс для комплексных чисел? Я не знаю. Я не работал в Kotlin с комплексными числами. Я думаю, они, да, стандартно. Какой ли они с вами нет? Ну, с точки зрения языка будет произведен вызов метода. Как будет реализовано в какой-то библиотеке с комплексными числами, я не знаю. В Kotlin нет по умолчанию комплексных чисел, кстати. В Kotlin можно посмотреть эту реализацию? Я думаю, да. Ну, вот мы написали вот такую строчку, замечательно, великолепно. Как дальше не посмотреть реализацию метода эквелс? Реализация метода эквелс, очевидно, она будет сравнивать по очереди все поля. Ну, для комплексных чисел вообще не очевидно. В Kotlin нет комплексных чисел. В Kotlin комплексные числа вы напишите самостоятельно. И вы сами определите эквелс. То есть вы можете написать override, эквелс, и написать свой код. Вы это можете сделать? Нет, я понимаю, что я могу переопределить. Я хочу увидеть стандартную реализацию в сравнении. Стандартной реализации комплексных чисел нет в Kotlin. Ладно. Все, аргументы сравниваются. Что-что? Аргументы будут сравниваться. Давайте пойдем дальше. Смотрите, у меня есть класс, у которого два поля name и year. Машина, у которой есть название и год. Название здесь объявлено как var для того, чтобы я хочу показать вам, как пользоваться сеттером. Больше никакого смысла в этом нет, что здесь написано var. Для того, чтобы создать экземпляр класса, вот для меня это был культурный шок, мне не нужно писать слово new. Я могу просто вызвать конструктор, передать ему параметры и получить результат. ну да, и точки запятой тоже не надо. Если я хочу обратиться к полю какого-то объекта, в Java мне нужно вызвать getter, в Kotlin я делаю вид, как будто я обращаюсь к полю напрямую без getter. Но на самом деле, как я уже говорил, там сгенерирован за вас getter и Kotlin будет обращаться через getter. То есть, это не обращение к полю, это не нарушение инкапсуляции, это будет обращение через getter. Если вы будете смотреть на этот класс, на класс, написанный на Kotlin, вы будете смотреть на него из Java, то вы увидите там обыкновенный getter. Если вы будете смотреть со стороны Kotlin на Java, в которой есть getter, вы можете использовать вот такой синтакс и сделать вид, что там просто поле. Но если писать getter, то вы понимаете какую-то то есть, если вы хотите свою имплементацию getter. А, да, да, да. Если я напишу здесь get name и скобки, да, все будет работать. Но идея, по-моему, вам это подчеркнет и скажет, что-то вы тут не то делаете. Потому что вот эти кодцы будут работать, просто будет причаривать в массу. Если вы скопипастите, кстати, в идее Java и вставите в файл Kotlin, то идея скажет, вы вставляете Java в Kotlin, хочешь, я тебе ее преобразую в Kotlin? Вы говорите, да. И в принципе достаточно неплохо конвертирует. Единственные там проблемки у него бывают, у него, у Kotlin, бывают, когда из Java копируются лямбды, то не очень. Но в целом нормально. И если я хочу присвоить что-то в какое-то поле, то есть у меня есть объект, я хочу его промутировать, я использую вот такой синтаксис просто равно, хотя на самом деле будет вызван setter. дата-классы, как я уже сказал, отличаются на одно лишь слово data, и сгенерирована дополнительно нам целая пачка очень нужных и полезных функций. Я создаю здесь объект, и поскольку в дата-классе у меня сгенерирован equals, этот equals сгенерирован по всем канонам и правилам, он сравнивает по всем полям, и я могу сравнивать объекты с помощью равно-равного. Смотрите, у меня mycar сохранена BNV 85-го года, я сравниваю с новым экземпляром, то есть я создаю здесь новый объект BNV 85-го года, и естественно такое сравнение вернет мне true, это очевидно. В принципе, никаких сюрпризов. И как я уже упоминал за время лекций, что мы все любим immutable объекты, но как работать с immutable объектами, когда мы все-таки хотим промутировать какое-то поле, нам нужно сделать его копию, и в Java это целая боль. В дата-классе есть сгенерированный метод копии, у которого параметры это все поля этого класса, и у них у всех есть дефолтное значение. Получается метод копии, я могу вызвать, да хоть вообще без параметров, просто скопируется объект, могу вызвать с каким-то частичным параметром, то есть с одним параметром name, у меня скопируется объект, скопируется его год, а имя переопределится тем, что я тут попросил. То есть здесь у меня будет MERS 85-го года. Нет, не с ошибкой, вот пример, я могу переопределять здесь хоть все поля. Естественно. Нет, это BA3. Да. Да, да. это мелочи. Да, и вот собственно, когда у вас есть data class, то Kotlin добавляет в него такие методы, которые позволяют вам его разбирать на запчасти. То есть вот этот MERS мы можем разобрать на запчасти. В данном случае смотрите, еще тут очень важный момент. Вот это разбирательство, оно происходит не на основании имен. то есть в эту переменную будет положена строка MERS не потому, что эта переменная называется name и поле называется name, а потому, что поле это первый параметр и name это первая переменная. То есть они будут разобраны просто по очереди. То есть это не как в JavaScript. В JavaScript тоже есть такой функционал, он разбирает вот именно по имени. здесь это немножко не для этого сделано. На самом деле не супер часто используется вот эта вот фича. Да, вот здесь. Да, согласен. Поэтому не надо этим сильно злоупотреблять. Это очень крутая фича. Вот в том примере, как я показывал в итерации, в итерировании по мапе. Вот там это просто супер. В данном случае спорно. Ну, опять же, иногда бывает нужно. Если у меня есть какие-то comparable классы, например, у меня есть грузовики, я могу их сравнить по тоннажу, они у меня имплементируют интерфейс comparable. Естественно, там где-то под этим троеточием скрывается override, compare to, все это я имплементировал как надо. Так вот в Kotlin два таких объекта я могу сравнить с помощью операторов больше-меньше. Какое чудо. Почему в Java это выглядит вот так? Почему? Что это за больше нуля? Больше платили. Ужас. Понятно. так, вот это вот минималистическая запись это класс без никаких полей, особого смысла в нем нет, но это так, чтобы от него отнаследоваться. Вот это слово open говорит о том, что от этого класса можно таки наследоваться, потому что если его нет, то наследоваться нельзя. Я говорю, что у меня есть employee, он наследуется от worker, и в отличие от worker, у него есть поле employee number. У меня есть переменная worker, у worker нет никаких полей, я сохраняю в эту переменную employee, переменная по-прежнему типа worker, то есть я не могу к worker обратиться за employee number, понимаете о чем речь? Ну да, оно недоступно. И в котле смотрите, я могу проверить, worker является ли экземпляром employee, то есть то, что находится внутри переменной worker, является ли это employee он, если да, то внутри if я могу обратиться к переменной worker и попросить у нее employee number, то есть котлен достаточно умный, чтобы понять, что если вы здесь проверили то, что является ли worker типом employee, и вы попали вот в этот и блок, то значит worker это employee, его можно безопасно прикастовать, и такая фича называется smartcast. В java это выглядит вот таким образом, я тут даже ничего не хочу комментировать. теперь мы дошли до успешного родственника свитчкейса. У меня есть какой-то статус-код, и я хочу на этот статус-код по-разному реагировать в зависимости от его значения. Я, например, хочу сказать, что если статус-код будет равен 500, то напечатай ошибку. могу проверить, что статус-код является одним из нескольких значений, перечисленных через запятую. Могу сказать, что статус-код попадает в какой-то диапазон. Вот это вот две точки, это тоже функция, которая принимает два параметра 200 и 299 и возвращает объект типа range. и с помощью оператора in мы проверяем попадает ли наш статус-код в этот range. Также я могу проверять попадает ли, находится ли этот статус-код в каком-то сете. А чем это отличается от 450 и сети? В принципе ничем. Но только этот сет может прийти к вам откуда-то. Ну естественно я могу пользоваться оператором не и говорить, что если оно не попадает в этот range, то что-то делать нужно. Да. И если он не попал ни в одно из значений, то он попадает в else. И в отличие опять же от java-вского switch кейса, нам не нужно писать брейки. То есть when не проваливается как в java switch case. Опять же такая фича, которой никто никогда не пользовался, но все вынуждены в каждой строчке писать этот брейк. Здесь все гораздо лучше. По-моему да. Я думаю, что в принципе это некрасиво, если он бы ушел где-то. да-да, потому что он проверяет все по порядку и получается else бы прерывал этот порядок последний. В данном случае каждое выражение ничего не возвращает, оно что-то печатает. Но в Kotlin можно сделать так, что каждое выражение будет что-то возвращать. И when соответственно вернет то, что возвращает вот это одно из этих выражений. То есть я могу сохранить переменную на основании того, что вернет when. То есть в Kotlin я даже не знаю, есть ли в Kotlin что-то, что не возвращает. По-моему, в Kotlin вообще все конструкции что-то возвращают. Вернется последняя строка. То же самое вот как и в ife. А как будет конструкция с двумя операторами ? Если какой-то диапазон там? В смысле нужно сделать две операции вот здесь. Здесь будут фигурные скобки и в две строчки. Ну и опять же наш рабочий, который мы уже видели, от него наследуется employee со своим employee number от него наследуется контрактор со своим контрактор number и есть переменная worker, в которую мы засетали кого-то из них. Не знаем кого. И у вене я проверяю. Если этот worker employee, то вот здесь в этом блоке он автоматически при smart кастован к employee и я могу без дополнительных кастований пользоваться его полями. То же самое с контрактором. ну да. Так, лямбды. Мы вообще не успеваем. Это примерно половина всего. Ну я думаю, что лучше без паузы. мы и так. Итак, лямбды. В джаве лямбды это такое инородное тело. Несмотря на то, что в 8 джаве сказали, что функции теперь first class citizen, но по факту это не так. В джаве лямбды попытались вписать в уже существующую их инфраструктуру и для того, чтобы мне, например, сохранить лямбду в какую-то переменную, мне нужно сказать, что у этой переменной есть тип, например, function, то есть какой-то функциональный интерфейс. То есть по факту лямбда это имплементация какого-то функционального интерфейса. Это не что-то самостоятельное. В Kotlin все немножко по-другому. В Kotlin нет необходимости в функциональных интерфейсах. А у лямбд есть свой собственный тип и он называется стрелочный тип. То есть это функция из одного типа в другой тип. И если я хочу сохранить лямбду в какую-то переменную, мне нужно сказать, что это переменная типа такого. Входящий параметр этой лямбды, точнее входящий тип этой лямбды берется в фигурные скобки, потом ставится стрелка и выходящий параметр. то есть это просто тип лямбды. И дальше идет тело лямбды. Оно в принципе очень похоже на джавовское, за одним лишь исключением оно обязательно должно быть полностью заключено в фигурные скобки. И как бы не показалось, что это какая-то супер маленькая вещь, на самом деле это супер фича. Она дает невероятные возможности. Да просто вот у меня взорвался мозг, когда я понял. Когда я первый раз увидел это, сказал, ну зачем, ну вот в джаве так классно, можно не писать эти фигурные скобки, но потом я понял, когда я понял, зачем они так сделали, это просто супер. Мы посмотрим на это. Естественно входящий параметр лямбды я могу переименовать как мне захочется. Если я переименую его в id, то тут появляется такая интересная возможность, я могу в принципе опустить такой параметр. То есть если лямбда принимает один параметр, то мы можем его не писать, у этой лямбды будет неявный параметр, он будет называться id. И как выясняется, большинство лямбд, я думаю, наверное, больше 90% лямбд, принимают ровно один параметр. Получается большинство лямбд объявляются именно с помощью вот этого синтаксиса. Как пользоваться этими лямбдами? Смотрите, у меня есть лист, я на нем вызываю метод фильтр. Метод фильтр, в принципе, он работает точно так же, если вы знакомы с jav-овскими стримами, работает не точно так же, но почти так. Он не ленивый, в отличие от стримов. В код-лине есть имплементация ленивая, есть аналог стримов, они называются секвенсы, но коллекции они не ленивые, они энергичные, но делают в принципе то же самое. Получается на листе 1, 2, 3 я вызываю фильтр и передаю лямбду id больше 2, то есть операция фильтр вернет мне лист из одного элемента, там останется только тройка. Понятно, да? И смотрите, фильтр это функция, которая принимает лямбду, в круглых скобках заключена сама лямбда. В код-лине есть правило, если функция принимает лямбду последним параметром, то эта лямбда может быть вынесена за скобки. И в код-лине есть еще одно правило, если функция принимает единственным своим параметром лямбду, то скобки вообще можно опустить. то есть фильтр вообще без круглых скобок. Ну и в принципе теперь вот эту лямбду, она тут в принципе коротенькая, можно было бы ее оставить и так на одной строчке, но можно ее разместить на нескольких строках. И такой синтаксис, вот фильтр фигурной скобки, он уже начинает выглядеть, как будто фильтр это конструкция языка, как будто это не просто функция какая-то, которую мы сами даже можем написать, а как будто это конструкция языка, это что-то встроенное в язык, хотя это не так. И опять же это достигается собственно благодаря тому, что ну да, есть правила по выносу лямбд за скобки, но и потому, что у этих лямбд есть обязательные фигурные скобки. Такая задачка. У меня есть список городов. Я хочу получить такой же список городов, только в uppercase. Я пользуюсь функцией map, которая принимает своим единственным параметром лямбду. Круглые скобки мы опускаем, лямбда принимает единственный параметр id, это строка, то есть это один из городов, то uppercase, все, и мы получаем в этой переменной вот такой вот лист в uppercase. Почему map вопрос? там у нас есть map, это функция, которая принимает лямбду и применяет эту лямбду ко всем элементам этого листа. Да. То есть это аналог java stream'ов. А можно поднять руки, кто знаком с java stream'ами хоть немножко? Отлично. А то я аж испугался. Да, то есть map просто применит вот эту лямбду, ту uppercase к каждому из элементов этого листа. И все. Да. часто возникает такая необходимость, когда у нас есть коллекция каких-то значений, и мы хотим из коллекции сделать map, то есть сгруппировать по каким-то, по какому-то параметру. Например, у меня есть employee, у каждого employee есть имя и департамент, в котором он работает. Есть вот такой список Вася менеджер, Петя менеджер, Ваня менеджер и Толя рабочий. Я хочу получить такую map, в котором ключом будет строка, отдел, в котором работает человек, а значением список людей, которые работают в этом отделе. Понятно, да, задача? Тип у такой map будет map, в которой ключ это string, то есть это будет какое-то поле management или workers, а значение это лист самих employees, то есть это не их имена, а сами employees целиком. Имплементация будет следующая. На листе я просто вызываю метод growby и передаю лямбду, которая возвращает то поле, по которому нужно провести группировку. Все вот супер просто. На каком-то другом языке, ну кроме наверное SQL, это бы занимало прилично кода. Здесь это выглядит просто супер. Иногда возникает необходимость собрать значения, но не, то есть в данном случае ключи, по которым мы группировали, они были не уникальны. Видите, что менеджеры повторяются несколько раз. Но такое бывает не всегда. Иногда у нас бывает, что ключ, по которому мы хотим сгруппировать, он уникальный. Например, у нас есть департамент, номер департамента и название этого департамента. И очевидно, что номера департаментов, они уникальны. Ну в принципе, как и название. Если я хочу собрать мапу, то есть сгруппировать по номеру департамента, мне здесь не нужен в качестве значения лист. Мне нужен просто департамент, который соответствует номеру этого департамента. Тип такой мапы будет int, это собственно номер департамента и сам департамент. В отличие от предыдущего примера, это не лист, а просто департамент. И для этого есть функция associate by, которая тоже принимает лямбду, и эта лямбда возвращает поле департамента, по которому нужно произвести сгруппировку. Даже не группировку, ассоциацию в данном случае. Супер. То есть на Java и опять же на любом другом языке эта операция не была бы такой короткой. Как читать файлы в Kotlin? Я думаю, как читать файлы в Java вы знаете. Это не самое приятное. Нам нужно создать файл. Это к слову просто Java IO файл. Это никакой не Kotlin файл. Передать ему имя, путь к нашему файлу, вызвать метод read text и сохранить переменную. Все. Вы прочитали файл. Вот просто супер. Я чуть не прослезился, когда увидел реализацию. Чтобы понять, почему я чуть не прослезился, потому что даже на 8-ой Java чтение файла выглядит вот так. Если мы возьмем 7-ую Java, то там будет все еще хуже. Наконец-то присутствует существование файлов как популярные единицы. Да. И, например, вот в Kotlin скрипте вот это просто супер заходит. Еще немножко о том, о том, что вызов функции можно записать по-разному, но по факту это одно и то же. Смотрите, я могу иметь функцию isQuestion и передавать в нее какую-то строку, а могу на какой-то строке вызвать метод isQuestion. И по сути это одно и то же. Просто по-разному записано. Но проблема в том, что в Java вот этот вариант мы не можем сделать, потому что чтобы сделать вот такой синтаксис в Java, мне нужно изменить класс string, добавить в него метод, а класс string final, я от него там не наследоваться, не могу ничего, то есть в принципе это невозможно. В Kotlin есть extension функции и это возможно. В Java возможен только первый вариант и он будет выглядеть так. У меня будет статический метод, который принимает строку, проверяет содержит ли эта строка вопросительный знак и возвращает да или нет. в Kotlin в Kotlin я могу реализовать второй вариант. Я могу сказать, что моя функция isQuestion она может быть вызвана на стринге, то есть перед именем моей функции написано string. точка. Но это на самом деле наверное не самое главное. Это важное, но не самое главное. Мне кажется более важно то, что внутри этого метода теперь я могу обратиться к isu и isam будет та строка, на которой вызвана эта функция. И поскольку это is, я могу его не писать, могу просто написать contains, как будто я нахожусь в классе string. Нет. Вот в том-то и суть, что это не обертка, это не нарушение каких-то инкапсуляций, это просто вот такой статический метод. Просто он по-другому записан. То есть все дело в том, что вот хотите синтаксический сахар. То есть это то же самое и если вы вот этот метод посмотрите из java, то вы увидите вот это. То есть когда вы будете писать код, вы будете видеть вот это. А когда оно скомпилируется, оно будет выглядеть вот так. ну сейчас мы посмотрим последствия этого. Это очень интересно. Если времени хватит, конечно. Ну и естественно я могу воспользоваться короткой записью просто контент. То есть это все равно чтобы здесь было бы написано zys.contents. Ну да, ну нельзя равно убрать. Да сейчас, сейчас. Всему свое время. так. давайте вернемся к задачке с городами. У меня есть тот же самый список городов. И я хочу на этот раз его преобразовать в camelCase. все очень просто. Решение точно такое, как и раньше. Я на этих городах вызываю функцию map и передаю ей лямбду. И внутри этой лямбды на каждом объекте вызываю метод toCamlCase. Все элементарно. Ну да. Удаляет пробелы и с большой буквы пишет все слова. Так, ну только есть одна проблемка. В Kotlin нету стринга метода camelCase. Там много методов появилось, но camelCase нет. Ее реализацию мы можем написать самостоятельно. Я могу написать string.toCamlCase и такую функцию можно будет вызывать на стринге. И однострочная имплементация. Split это метод стринга, то есть здесь по сути написано this.split. То есть я разбиваю строки с помощью пробелов на элементы, то есть Frankfurt на майне разобрется у меня на три элемента Frankfurt, m и mine. Потом я говорю собери мне этот массив раздельных строк, без пробелов, то есть соедини мне его с помощью пустых строк. и потом говорю да, чуть не забыл и каждую строку начни с большой буквы. Все, вся имплементация. Да, теперь смотрите лямбды. Просили лямбды. У меня есть переменная, я ее просто так назвал лямбда, то есть это никакое не ключевое слово, это просто имя переменной. У нее тип скобки, которые ничего не принимают и юнит, это аналог воида, то есть ничего не возвращает. То есть лямбда что-то внутри себя там самостоятельно делает. Вызвать такую лямбду я могу с помощью скобок, ну как обычную функцию, то есть ничего необычного. Имплементация такой лямбды может быть вот такой. Фигурные скобки и внутри она что-то свое делает. ничего не принимает, ничего не возвращает. Следующую лямбду, которую я могу объявить, это лямбда, которая принимает строку и ничего не возвращает. Вызвать такую лямбду я могу уже передав ей строку. Я не могу ее вызвать вот как вот эту лямбду, не передав строку, потому что она принимает строку. Да. И имплементация будет следующее. Лямбда принимает один параметр он типа стринг и что-то с ним делает, ничего не возвращая. И естественно, руководствуясь правилами, которые я озвучил, я могу пользоваться параметром id неявным. И теперь мы подходим к самой интересной лямбде. Я могу написать такую лямбду, которую я могу вызвать вот таким вот синтаксисом на строке. тип этой лямбды будет нам уже частично знаком. Перед скобками я должен написать string точка. И таким образом я скажу Kotlin, что такую лямбду я могу вызвать на строке. Но это все ерунда в сравнении с тем, что внутри этой лямбды теперь this лысом будет вот эта строка. И внутри этой лямбды я могу теперь пользоваться всеми методами этой строки без указания этой строки. То есть я могу просто сейчас написать метод contains и все. Могу написать this contains могу просто написать contains и вот это вот супер киллер фичер. Да, да, только паблик. То есть эта штука не нарушает никаких инкапсуляций. Вы не можете обращаться к вот 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 эта переменная вот этого типа. То есть тип стрелка. Тип функции. А можно вызвать. Можно вызвать вот так. Можно передать, где она принимается. Давайте теперь рассмотрим тоже такой достаточно частый кейс. С помощью стринг-билдера я хочу собрать какую-то строку. Я создаю себе такой стринг-билдер, записываю в переменную и потом на этой переменной много раз вызываю append-append-append-append-append. Потом говорю стринг-билдер to стринг и сохраняю себе месседж. То есть по факту что мне нужно было? Мне нужен был месседж. Мне не нужен стринг-билдер. Я не хочу заводить переменную под стринг-билдер. Я не хочу много раз к нему обращаться. И лично я помню в Pascal был оператор with и на самом деле его достаточно сильно в java не хватает. Так вот в Kotlin есть with смотрите что можно сделать. Можно сказать with стринг-билдер потом открываются фигурные скобки и я обращаюсь к методам стринг-билдера через this. Может опять же показаться что with это какая-то встроенная фича в Kotlin. На самом деле это обыкновенная функция вы можете самостоятельно такую написать. Эта функция принимает два параметра. Первый это стринг-билдер в данном случае, а второй лямбда которая была вынесена за скобки. Круто. И внутри этой лямбды то есть внутри with вызывает эту лямбду на вот этом объекте. И внутри вот этой лямбды я могу обращаться к этому объекту через this. Естественно this я могу опустить и написать вот так. Сахар в сахаре, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Последняя строка возвращается и виз ее возвращает. И сохраняем это все в переменную месседж. цикл пожалуйста да вот в лямбе запиши цикл. Никакой проблем в этом нет. Тяжко. Я думаю как в этот цикл при необходимости передать какие-то перемены для итерирования по ним еще что-то. Как у нас цикла всякое бывает. Да обыкновенно в чем проблема. По нему проэтерироваться и все и добавить. Что хотите делайте. Точно так как и без этой фичи. Наверное. так еще еще примеры того как можно использовать вот эти лямбды с ресивером. Смотрите следующая задача. Я создаю машину. Машина это Poggio Poggio Plain All Java Object. Это класс у которого есть дефолтный конструктор который не принимает ни одного параметра и есть все getter и setter и обычно нет конструктора который принимал бы все параметры. Поэтому я создаю instance класса а потом его мутирую чтобы наполнить необходимыми мне значениями. И смотрите когда у меня машина хочет еще чтобы есть за сеттали драйвера получается мне нужно еще создать драйвера создать опять же для него переменную а мне он не нужен был мне нужна была машина мне не нужна переменная для драйвера это первая проблема вторая проблема я не вижу что во что вложено я не вижу структуры этой структуры потому что драйвер объявлен на том же самом уровне что и кар просто раньше почему ну в общем очень сложно следить за таким кодом что я могу сделать в котлине я могу создать объект кар применить на нем функцию apply функция apply есть у каждого объекта то есть она определена на обжекте в терминах java функция apply принимает такие лямбду точно так как и вис внутри этой лямбды зисом является тот объект на котором apply был вызван получается я могу мутировать этот объект не создавая какую-то дополнительную переменную под этот кар не указывая постоянно кар точка type card точка color то есть я обращаюсь к полям этого объекта как к своим собственным как к зису а также apply возвращает тот же самый объект на котором он был вызван поэтому я могу сохранить его переменную то есть сюда сохранится машина во-первых созданная во-вторых промутировавшая то есть в ней уже будут и тип указанный и цвет дальше водитель все то же самое то есть внутри apply я могу создать водителя и вызвать на нем его водительский apply и опять же ровно то же самое я буду обращаться вот в этой лямбде к полям водителя Анонимный класс, да, имеется в виду. В Котлине есть объекты для этого, но я не буду про них сегодня рассказывать, к сожалению. То есть тут, в принципе, все. А порядок вот этих поменяет ли вы порядок предложения в самом классе? Вот здесь мы пойдем мутировать эти объекты, а потом разложим на глоботную структуру, что вы показываете. А в конструкторе, наверное, вас имеете в виду? Я считаю, я не понял. Вот когда вы, как, в языках есть пробъект, разложите массив переменных. Сирилизация? Нет, не сирилизация. Ну, то, что мы обсуждали, да, о деконструкции. Здесь будет ли порядок, как вы перемутировали на этот порядок? Нет, мы же здесь явно говорим, что мы мутируем. Type, Color, Driver. То есть тут нет ничего неявного. Да, это сеттеры обычные. Так. Смотрите, у нас есть функция в Java, которая принимает какое-то число и прибавляет к этому числу рандомное значение и возвращает это. Все было бы хорошо, если бы не название этого слайда. И тут мы начинаем бояться. А вдруг нам передадут i, i, null. И мы начинаем заниматься защитным программированием. Мы начинаем вставлять проверки. If i равно null, то верни null. А что, если вот этот рандом вернет нам null? Мы начинаем, опять же, защитно программировать. И вот только что у меня была одна строчка. Остало вот столько много строчек. Но мы знаем, что в Java появился такой специальный тип optional, который должен решить проблемы с nullability. Но глядя на этот код, я даже не хочу объяснять, что вот эта штука делает. Глядя на этот код, понятно, что проблема не решена. Проблема не решена в первую очередь. На самом деле мы не знаем, приходит нам здесь null или не приходит. Поставить здесь входящий тип optional совсем нехорошо. Мы будем обременять тех людей, которые вызывают нашу функцию. Мы будем их заставлять оборачивать этот i в optional перед вызовом нашей функции. То есть это не рекомендуется. И мы, получается, в такой патовой ситуации. Как бы у нас есть механизм, но он по факту не особо работает. Да, какие-то проблемы решают, но не все. Для того, чтобы сигнализировать тем, кто меня вызывает, что там может не быть значения. Если бы я не возвращал, то человек, который меня вызывает, он находится в такой же самой ситуации, как и я, он не знает, будет там null или не будет. Он может только догадываться. В общем, в 8-й Java есть такая конвенция, что если вы возвращаете что-то nullable, то возвращаете это обернутое в optional. И тогда вы, в принципе, если так все начнут делать, то, в принципе, можно избавиться от проблемы null pointer exception. Нельзя было сделать с умы, сделать optional статический метод off и все это запихнуть просто в any no optional return. Или поставить аннотацию not now в приеме аргумента и все. Анотация… А каким образом аннотация поможет? Ну, и DE будет что-то там… Анотация… Смотря какая аннотация. Ну, если GSR-202, то ничего она не будет делать. Никакой exception там не будет. Ну, тогда второй вариант. Сразу надышать optional off и принимать аргумент. Ну, можно было сделать как-то по-другому, безусловно. Я не говорю, что это единственный способ это сделать. Но если у вас в голове какое-то другое решение, ну, окей. Но проблема, в принципе, нерешабельна. Проблема… Еще раз давайте я озвучу, если… Я не озвучил до сих пор. Мы не знаем, придет нам здесь null или нет. Мы не знаем, возвращается нам здесь null или нет. У нас нет никаких гарантий. И давайте, собственно, посмотрим на причину всех этих проблем. И, кстати, сейчас будет ответ на то, что object, не object там в Java, в Kotlin. В Java ключевым классом является object, и все другие классы от него наследуются явно или неявно. Все стандартные классы, которые в Java есть, от него наследуются, и все классы, которые вы самостоятельно можете сделать. И вот эти стрелочки показывают, что класс наследуется от object. Также эти стрелочки показывают не только наследование, но и то направление, как вы можете присвоить, какое значение в какую переменную. То есть если у вас есть переменная типа object, в нее вы можете присвоить значение worker, согласно вот этой вот стрелочке. Также если что-то наследуется от вашего worker, то оно тоже может быть присвоено в worker, согласно ее стрелочке, и также транзитивно оно может быть присвоено в сам object. И вот теперь самая большая проблема в Java. В Java есть такой вот бандит null, который может проникать куда угодно, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Null является валидным значением для любого типа в Java. И если мы посмотрим на стрелочки, которые исходят от null, мы увидим, что проследовав по этому графу, можно достичь ровно любого объекта. Можно попасть куда угодно, и null можно присвоить куда угодно. И это большая проблема. В Kotlin пошли следующим образом. Они сказали, что в нашей иерархии типов null — это невалидное значение. Ну да, в Kotlin, вот, кстати, ответ на вопрос. Главный тип — это не object, а any. Это имеет логическое обоснование, потому что это действительно any тип. А в Java, получается, там в Java есть классы, мы знаем, что объект — это экземпляр класса, но есть класс, который называется объект, ну какой-то бред получается. Ну здесь все достаточно логично. И получается в Kotlin null согласно стрелочкам не может пройти вот в эту иерархию. Но опять же, для совместимости, во-первых, с Java, и во-вторых, для того, чтобы в принципе null мог быть в Kotlin, у Kotlin есть еще одна иерархия типов. Это те же самые типы, только со знаком вопроса. И вот эта иерархия, она полностью соответствует Java иерархии типов. Если мы рассмотрим, например, тип any, он может включать в себя что угодно и null. Вот этот тип any без знака вопроса, он может в себя включать что угодно, но не null. То есть тип any со знаком вопроса, он шире, типа any, ровно на один null. Понятно, да? И поэтому мы any можем присвоить в any со знаком вопроса, потому что он меньше. А any со знаком вопроса мы не можем присвоить в any, потому что он шире, он туда просто не влезет. Вот этот null не влезет. И получается, если мы нарисуем стрелочки, как мы можем присваивать объект, типы друг другу, то получится вот такая вот штука. Все типы в иерархии не nullable связаны с типами в иерархии nullable. Получается, да, что эти две иерархии связаны этими стрелочками, но если мы проследуем из nullable по его стрелочкам, то окажется, что у него по-прежнему нет возможности пробраться по стрелочкам сюда, потому что стрелочки все однонаправленные. То есть у nullа в Kotlin нет возможности пробраться вот в эту систему типов. И мы по умолчанию всегда работаем вот в этой системе типов. Только в каких-то крайних случаях, когда мы знаем, для чего мы это используем, мы используем nullable типы. И таким образом, если мы пишем, в принципе, код исключительно на Kotlin, то у нас, в принципе, не может быть null pointer exception. Естественно, это гипотетический случай, потому что обычно мы пишем Kotlin код на Kotlin и пользуемся какими-то джавскими библиотеками, и оттуда к нам nullы могут все-таки пробираться. Но это уже, да, это уже совсем другая история. А если с фронтом в JS, скажем, не приходит поле, да, я вызываю функцию, а по сути нет, значит, как это вызовывается? Вы вызываете функцию. Функция написана в Kotlin, очевидно, да? Я долго не использую, получается, что null будет. Ну окей, если null у вас нормальное значение для вашей ситуации, вы говорите, что ваша функция возвращает nullable тип. Например, она должна вам вернуть ваш car. И вы говорите, что функция возвращает car со знаком вопросов. Все. И вы знаете, что эта функция может вернуть null. И Kotlin, вот мы сейчас посмотрим, Kotlin будет заставлять вас проверять. Он будет вам показывать, что аккуратно здесь может быть null. Тут ты не можешь вот так вот взять эту операцию, легко выполнить. Проверь на null. Сейчас мы на это посмотрим. Смотрите. Я объявляю переменную, которая называется justString. Соответственно, в ней не может быть null. Если я попытаюсь в нее как-то присвоить null, я получу ошибку компиляции. Но если я объявлю переменную, я ее назвал maybeString. То есть там может быть string, а может быть и нет stringа. То есть может быть там null. Вот в такую переменную, у которой тип string со знаком вопроса, я могу присвоить null. То есть по сути, вот это аналог джавовского stringа. И здесь тоже, смотрите, Kotlin идет по пути правильных дефолтов. Kotlin толкает нас в сторону. Используй string. Не надо писать знак вопроса. Это лишний символ. Используй правильный тип. Но если ты хочешь, конечно, null, приложи какие-то усилия дополнительные. Напиши знак вопроса. Естественно, мы этого не делаем. И пользуемся всегда по умолчанию не-налабл типами. И естественно, в переменную и null, и не-налабл, я могу присвоить строку. Это, по-моему, вообще суперочевидно. А есть механизм, соответственно, перевода из null в не-налабл? Какой-то простой или текст? Я уверен, что у меня все хорошо, быстренько делать не-налабл. Да. Даже у меня был код в этом слайде, и я решил его удалить. Если вы на 100% уверены, что в этой переменной нет nullа в данный момент, например, у меня есть переменная maybeString, она типа string со знаком вопроса. Но я ей присвоил строку. Я знаю, что вот здесь, вот здесь в maybeString точно не null. Я могу поставить два восклицательных знака после этой переменной, и Kotlin сделает мне из нее не nullable. Но если во время рантайма там будет все-таки null, то эти два восклицательных знака, они вывалят мне null pointer exception. То есть два восклицательных знака, они перекладывают ответственность с компилятора Kotlin на вас. Но это используется, почему я их удалил, эти два восклицательных знака, потому что они используются достаточно редко. Я думаю, вам это особо не надо, но видите, не угадал. Итак, если я хочу вызвать какой-то метод, в данном случае getLens, обратиться к какому-то полю в терминах Kotlin, на какой-то property, на не nullable, то есть просто на string, я могу, естественно, это делать абсолютно свободно. Но если я попытаюсь это сделать на nullable строке, то Kotlin вывалит мне ошибку компиляции. Нужно сделать проверку. Нужно написать if. Если строка не равна null, то Kotlin здесь мне сделает smartcast. Он мне прикастует ее к не nullable стрингу. И теперь я смогу свободно вызвать метод на этом объекте. Оно есть. Есть. Все в Kotlin есть, кроме терминарного оператора. И смотрите, вот этот мой if возвращает либо int, то есть длину этой строки, либо null, если строка null. И возвращает он в эту переменную. То есть в этой переменной может быть либо int, либо null. Соответственно, тип этой переменной int со знаком вопроса. Я это написал здесь, чтобы было понятно, но на самом деле можно не писать. Kotlin без проблем выводит все типы нормально. И вот ответ на то, что если не хочется писать вот этот здоровенный if, есть такой оператор знак вопроса, точка. Смотрите, как он работает. Я вызываю на maybe string метод length, но через знак вопроса. Если этот maybe string null, то знак вопроса вот этот, он вернет в эту переменную сразу null. Он даже не разрешит вызвать вот этот метод length. Он сразу вернет null. То есть это аналог терминарного оператора, только лучше. Только для нул поинтерпорта. Лично. Да. И если он, если этот maybe string не null, там действительно строка, то вопросительный знак пропустит и вызовет метод уже на, очевидно, на строке. А, ну ладно, стриной понятно, она не может быть там врицательной и так далее. А если вот то, что он там дальше вызывает, то же самое. То есть идет все по цепочке. Там тоже, если, например, лэнс был бы null, и мы захотели на нем что-то вызвать, Котлин бы опять сказал, нельзя так делать. Сделай проверку. Либо if, либо вот такой вопросительный знак точка. И все будет работать точно так по цепочке. Это суперудобно. Есть ли альтернатива такой штуке, как or else в optional? Да. Ну, в принципе, смотрите, у нас… Да, у меня есть… Я хотел как раз об этом рассказывать. Смотрите, мы уже вышли из нашего времени. Я не хочу никого на самом деле задерживать. Поэтому, если кому-то надо, можете… Да, ну, в принципе, я могу продолжить. Я никуда не спешу. Организаторы… Пока не выгоняют домой. Я их не вижу. То есть кому интересно, да, можете оставаться. Кому нужно идти, я не задерживаю. И вот, собственно, да, как… Я не знаю, вы уже, наверное, догадались, не догадались, но optional на самом деле это штука… Ну, она, наверное, нужная в Java, но она абсолютно не нужная в Kotlin. Давайте посмотрим на пример. Я создаю optional в Java maybeString. То есть по названию понятно, что это полная аналогия, как в Kotlin, там может быть строка, а может быть пусто. Полная аналогия в Kotlin — это просто nullable string. Если я в Java хочу… Вот у меня есть optional, в котором может быть строка. И я хочу получить optional, то есть такой контейнер, в котором может быть длина той строки. То я могу вызвать на этом optional или функцию map и передать лямбду, которая сделает из строки ее длину. В Kotlin ровно та же самая операция — это знак вопроса точка лэнс. То есть вот знак вопроса точка лэнс — это то же самое, что map с лямбдой на optional. На самом деле тут я немножко лукавлю, там дальше я покажу вообще полный аналог, потому что это не суперполный аналог, и иногда он там неприменим. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Но аналогия есть. Метод or else, о котором был вопрос. Смотрите, у нас есть контейнер, в нем может быть строка. Я хочу из этого контейнера достать эту строку. Ну, а в этом же контейнере может быть и пусто, правильно? Так вот, я хочу достать эту строку, если она там есть, а если ее там нет, то я хочу какое-то значение по умолчанию. И в Java я могу написать or else и передать пустую строку. Таким образом, у меня тип вот этой переменной будет строка, ну, не nullable, то есть она гарантированно не пустая. Ну, она либо пустая, либо та, которая была в самом общем. Да, но не null. В Kotlin есть вот наиболее близкий аналог к тернарному оператору, это Elvis оператор. Почему он Elvis? Потому что вот у него есть глаза, и есть такой чуб, как у Elvis Presley. Elvis оператор работает следующим образом. Если maybe string не null, он возвращает этот maybe string. Если он null, то он возвращает вот это значение справа от Elvis. А у Java я могу даже? Нет, у Java я. И вот этот Elvis оператор, это полный аналог or else. Analog map. Analog map. Вот один я уже показал, точка, вопросительный знак, знак точка, а потом еще... Вызвать. Map же возвращает optional, да? Смотри. Вопросительный знак точка возвращает, ну, в данном случае, например, он возвращает nullable int. Соласин? Смотри, у меня есть, вот о чем я говорю. У меня есть maybe string, то есть это nullable строка. Я на ней вызываю вопросительный знак точка lens. Результат будет nullable int. То есть, если там была строка, то у меня будет int, если там был null, то у меня будет null. Ну, это Kotlin тут, да, да, javascript optional. Так вот, я могу дальше поставить Elvis оператор и получить какое-то значение по умолчанию. Например, 0. То есть, у меня только что был int с вопросительным знаком, я его с помощью Elvis привел к intу и с дефолтным значением 0. Также в javascript optional есть or else row. То есть, если в контейнере нет значения, то это исключение, выбрось исключение. При этом, гарантированно у меня в этой переменной будет не nullable объект. Правильно? То есть, если там что-то есть, то оно мне вернется, если его там нет, то оно мне не вернется, выбраться exception. Точно такой аналог в котлене это Elvis оператор, который выбрасывает exception. То есть, optional в котлене вообще полностью ненужная штука. Дальше. Примерчики посложнее, но не менее интересные. Смотрите, у меня есть optional, внутри которого слово hello. я хочу получить optional, внутри которого слово hello world. Я на этом optional я говорю map и передаю в map лямбду, которая конкатенирует hello и world. То есть, понятно, да? В котлене вот полный аналог мапа это функция let. она определена на типе any и может вызываться на любом объекте. Смотрите, как она работает. Она вызывается на объекте, в данном случае на строке и принимает лямбду. Внутри этой лямбды то, на чем был вызван let, является item. и let возвращает свою последнюю строчку. Непонятно? Понятно. Нет. Вообще сейчас надо, потом дополним. Да. Смотрите, наверное, запоминать, запоминать вот там добуквенно тут не надо. Все, что я хотел вот, например, здесь донести, это то, что если вы знаете, как работает в Java optional и как работает в optional map, то в Kotlin это не надо, в Kotlin есть функция let, которая делает то же самое. Смотрите, получается, если maybe hello было null, то оператор в опросительный знак ничего не сделает. Он вернет сразу же null. Если maybe hello был не null, то вызовется let. Внутри let слово hello, которое мы точно знаем, что оно уже не null, оно будет сконкатенировано со строкой world. И эта конкатенация вернется из let и запишется в переменную maybe hello world. Почему map перенимировали в let? Смотри, map здесь вызывается на типе optional. То есть maybe hello это optional со стрингом внутри. А в котлене maybe hello это nullable стринг. То есть это не optional. Тут ничего не переименовывали. То есть у котлена есть другие механизмы не map, не optional, которые позволяют делать то же самое. Только не нужна вот эта обертка в виде optional. то есть система типов котлен позволяет это делать из коробки без всяких дополнительных вещей. Операция похожа на map, но бывает в лобе. Да. Операция похожа на map, но называется let. Потому что если бы ее назвать например map, то было бы пересечение с map, которое есть у листа. У листа тоже есть функция map, которую мы сегодня видели. то как бы мы отличали вот этот map от того мапа? Так, давайте наверное, ну в общем есть аналог фильтра. Давайте наверное будем пропускать, потому что я смотрю, что вы уже вообще поплыли. Или кто-то еще держится? О, отлично, уже почти последний слайд. На самом деле это не слайд, это html отрендеренная. Это в принципе все, на что я способен в html. И вот этот код. Код на html. А вот код на Kotlin. Если мы посмотрим, то он строка в строку соответствует html. Один в один. Но в отличие от html, html это просто текст. Соответственно вы там можете допускать какие угодно ошибки, что угодно делать, никто вас не поправит. Kotlin это код статически типизированного языка. Если вы здесь допустите какую-то логическую ошибку, Kotlin сразу вам об этом скажет. Например, ну все, что я могу осознать про html, например, элемент li это вот эта вот пимпочка. Она может быть, этот элемент может быть объявлен только внутри ull. Как он расшифруется? li это li статем а ull unsigned. Ну в общем да. Получается вот этот li можно написать только внутри ull. В html вас ничего не ограничивая написать этот li где угодно. В Kotlin вы не можете написать этот элемент вне ull. То есть Kotlin дает вам уверенность какую-то. И давайте разберем ну что-то для примера что вообще здесь написано. Ну понятно что например там charset равно utf8 ну это присвоение ну окей тут все понятно. Давайте разберемся что такое например мета. Мета опять же кажется что это вот какой-то язык прям. Совершенно верно. Мета это функция которая своим единственным параметром принимает лямбду. Вот она эта лямбда. Эта лямбда вызывается внутри функции мета на таком объекте у которого есть поле charset и мы к этому полю charset внутри этой лямбды можем обращаться через this. То есть вот то что я вам объяснял вот оно вытекает все в этот DSL и здесь это вот такая квинтэссенция вот всего того что я рассказывал. Если мы посмотрим на head это функция которая принимает вот эту вот лямбду и внутри хэда вызывается на таком объекте у которого есть две функции мета и title понятно смотрите тут проблема в следующем если здесь написать просто строку если написать просто строку без всяких функций без всяких плюсов то это будет просто как неиспользуемый код например в данном случае не очень хорошо видно когда эта строка она является последней строкой лямбды она могла бы быть возвращаемой строкой но когда лямбда на несколько строк то все строки в лямбде были бы неиспользуемым кодом поэтому их нужно передать в какую-то функцию и они сделали так что получается title вызывает эту лямбду на таком объекте у которого есть функция плюс унарный плюс ну да можно сказать костыль на и получается вот этот плюс добавляет эту строку к какому-то объекту который потом отрендерится вот в такой вот title понятно что понять вот этот дсл и начать писать свои дсл это достаточно сложно да и не нужно я бы вам вообще это не рекомендовал но в целом понимать что происходит ну я думаю сейчас у вас есть хотя бы какие-то общие представления это в принципе все что осталось за кадром за что я не рассказал это операторы ну там в принципе там пару строк прочитаете поймете как ими пользоваться дженерики дженерики немножко другие в котле не реализованы лучше опять же я их не рассказывал потому что тема крайне сложная для понимания и крайне редко используемая в плане того что ну вы редко пишете свой код какой-то с дженериками потом есть инлайн функции там тоже про них особо рассказывать нечего это практически как и операторы там ну функция инлайн да и все на том но с инлайн функциями связана еще такая штука как рефайт дженерики то есть в java в jvm во время рантайма дженериков нет и это большая проблема они были добавлены там в пятой версии java и ну в общем вот дженерики в java это костыль в отличие от плюса в dsl вот а рефайт дженерики это попытка улучшить дженерики java чтобы они были доступны чтобы они были доступны как бы в рантайме но они по-прежнему недоступны в рантайме это достигается с помощью инлайн функций вот вот это супер интересная тема то есть если вы интересуетесь я вот прям рекомендую и есть еще такая достаточно сложная тема но очень перспективная это корутины это многопоточное программирование которое не выглядит адово оно выглядит нормально и которое можно вот читать понимать и достаточно безопасно программировать на этом все я не знаю не знаю я честно говорю я потратил на подготовку этой лекции наверное месяц я пока что не готов потратить еще один спасибо 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 спасибо